А это и наши гости. Мы сейчас вам представим представителей чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью Обилимпикс. А именно Наталья Юрьевна Степанец, главный эксперт по компетенции поварское дело, участница в этой компетенции Дарья Каргачева и Анна Антоновна Останина, главный эксперт по компетенции столярное дело. Доброе утро. Доброе утро. Решила вас так объединить, раз есть участник и главный по компетенциям. Сколько вообще компетенций? Расскажите, вот столярное поварское дело. А можно сначала узнать, а что за чемпионат? Можно как-то поподробнее? Ну, чемпионат, как уже было сказано, это конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Значит, мы проводим уже четвертый чемпионат и плавно перейду к количеству компетенций. Начиналось все это с 11 компетенций. В этом году на четвертом региональном мы представляем 61 компетенция. 61 с 14? Ничего себе! Я даже с таких, значит, просто компетенций не могу перечислить. Но вот давайте, может быть, самые популярные или наоборот очень уникальные? Давайте по популярности. Ну, самыми популярными, как правило, является поварское дело, кондитерское дело, кулинарное дело, декорирование тортов, столярное дело, ремонт и обслуживание автомобилей, сухое строительство штукатурной работы. В этом году добавились больше категории школьников, обработка текста, робототехника, флористика, клининг. В общем, все сферы нашей работы, все профессии, все профессии. Все затронуты. А вы, вы говорите, еще и школьники добавились. То есть раньше он был по возрасту с такими? Да, самый первый чемпионат не делили на категории. То есть была группа участников, разная возрастная. Со второго чемпионата мы начали делить уже на три категории школьники, студенты и специалисты. Так как возрастной диапазон участников от 14 до 65 лет, то есть посчитали несправедливым соревноваться вместе и 14-летнему, и 30-летнему участнику. Поэтому со второго регионального чемпионата категории были поделены. И теперь отдельно есть категория школьники, специалисты и студенты. Все как на Олимпиадах. Круто. Все по-честному, все по-честному. Даша, скажите, вы в первый раз участвуете, и как там можно заявить свое какое-то определенное, там, не знаю, блюдо, или рецепт, или технологию? Или нужно выполнить, наоборот, классику? Ну, знаете, такой must-have. Ну, в этом году я, вообще-то, буду участвовать в первый раз в попорское дело специалистом. И, ну, там две темы, ну, как точно, две задания точно надо выполнить. Много заданий? Нет, это как написано, то есть по технологии, способ приготовления, способ приготовления, как написано, то я должна это такое сделать. Бывает там что-то... Добавим, да? Да, добавим, главное, чтобы было все красиво, чтобы было аппетитно, скажем так. А это что за технологии? То есть вы смотрите, как они, там, не знаю, по блюдам определенно готовят и пробуют, как в кулинарных шоу, что? Конечно. Серьезно? Да, все готовят одно блюдо, да, всем предоставляется один набор продуктов, но, сами знаете, даже один набор продуктов можно использовать по-разному. Поэтому у них в этом году конкурсными заданиями это вареники с картофелем, рыба с двумя гарнирами и соусом. Я бы точно не прошла, ребята, сразу говорю. Рыба с двумя соусами, сразу до свидания. Нет, все имеют один набор продуктов, но каждый готовит, подает по-разному. Потом экспертное сообщество уже оценивает не только работу участников на площадке, но также есть темная комната, где эксперты, не видя участников, получают уже готовые блюда, при подаче оценивают вкусовые. Качество, подачу, то есть все, красоту. Все объективно очень, по всем параметрам. По всем. Что касается столярного дела, как там обстоят дела, кто там участвует? Мы поняли, что возраст очень разный, от 14 и 60 плюс. А что сейчас делают? Столярное вообще дело сильно развивается, сейчас модно все на заказах. Столярное дело, да, это очень многочисленная компетенция, особенно категории школьники. Изначально заявочная компания, которая планировала проведение чемпионата в апреле, насчитывала более 41 участника. Ну, так как из-за эпидемиологической ситуации сроки конкурса пришлось перенести, поэтому часть школьников, естественно, уже выпустилась. И в конкурсе категории студентов по данной компетенции нет. Поэтому сейчас численность 20 участников, и делают они оконную раму. Вроде казалось бы просто. Казалось бы просто, да, ну вот там есть своего рода такие тонкости, как шиповое соединение в полдерево, паз, шип, поэтому все это выпиливается абсолютно ручным инструментом. Да, никакого электрифицированного инструмента, все ребята делают своими руками. Я думаю, что популярность этой профессии просто связана с тем, что труды в основном, это в любой школе, это всегда связано вот именно со столярным мастерством. А что вот получат те, кто пройдут по разным компетенциям, которых уже неимоверное количество? Что дальше их ждет? И в итоге в финале, если вдруг Красноярский край победит? Нет. У нас же по каждой компетенции, по каждой категории выбирается победитель, да, первое место. Ну, это такой региональный уровень победитель, да? Да, да. Далее у нас формируется сборная Красноярского края, которую мы представляем в декабре месяце на национальном чемпионате. Наша сборная всегда самая многочисленная. Это где-то в Москве, да? Да, в Москве. В Москве. Представляете, летит участник и эксперт, это нас уже полсамолета. Практически целый. Весело? Да. И мы вот там представляем уже от края, наша сборная, каждый участник старается занять место на национальном чемпионате. В предыдущие чемпионаты какие места занимали? Третье. Мы четвертые вообще по всем регионам. В списках всех регионов. Ну, неделя Москва, Московская область, они делят себя. Москва есть Москва и Московская область. Представляете, какие они многочисленные, да. Да, скажите, а вы вот пришли, участие ради участия или участие ради победы, как в олимпийских девизах? Ну, чиза для меня ради интереса, я бы так сказала, ради интереса попробовать. Ну, то есть, почему бы не попробовать, участие всякие там. Ну, то есть, сначала для участия, а потом как оно уж сложится, да? Да-да-да, ну, как-то, ну, я бы хотела попробовать, ну, ради интереса. То есть, набирать опыты, как еще там. Ну, что ж, хорошо, мы желаем вам удачи, всем участникам. Можно еще один вопрос? Как зарегистрироваться? Все ли могут туда попасть? Да, за два месяца до чемпионата всегда объявляется заявочная кампания. Заявка несложная. То есть, наш региональный центр, который расположен на Кручатово, 15 Красноярском колледже отраслевых технологий и предпринимательства, объявляет на своем сайте заявочную кампанию. У нас есть такая рубрика раздела Билимпикс, и достаточно внести свои данные, фамилия, имя, отчество, желаемые компетенции, какой, где обучаетесь, какая категория, и все, и заявки принимаются. И если набирается не менее пяти участников, категория считается уже открытой. Спасибо большое. Все достаточно подробно рассказали нам представители чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью Абилимпикс. Желаем, чтобы вы в Москве, когда уже окажетесь, уже забрались на серебряную ступень педеставра. Да, зачем на серебряную? Нет, на золото. Мы хотим золото. Пользуясь случаем, хотим вам подарить нашу атрибутику и пригласить вас в экспертное сообщество. У нас есть такая замечательная компетенция, как мультимедийная журналистика, поэтому это было бы очень актуально. Спасибо большое. Спасибо огромное. Мы обязательно придем и посмотрим, что умеют современные молодежи. Ну и не только молодежь, те, кто за ней следует.